В этот день 23 сентября родились Алексей Суворинь, знаменитый русский издатель, адмирал Василий Канин, командующий Балтийским флотом, геолог Михаил Титяев, Надежда Кашеверова, советский режиссер-сказочник, автор фильма «Золушка» 47-го года. Свою творческую карьеру Кашеверова начала с фабрики эксцентричного кино, где она была ученицей и ассистенткой у режиссеров Козинцева и Трауберга, а продолжила на киностудии «Ленфильм» двумя десятками картин в фильмографии. «Укротительница тигров», «Тень», «Царевич Проша», «Осторожно, бабушка», «Старая-старая сказка» и «Незабываемая Золушка», снимавшаяся в полуразрушенном военном Ленинграде. Киносказки давались надежде с видимой легкостью. Коллеги вспоминали о том, что она вечно металась с монтировками в зубах, покупала реквизит и лично занималась кастингом актеров. От маленькой грустной Жеймо, вдруг показавшейся Золушкой, до импульсивного Даля, который Радика Шеверовой готов был руку оторвать и выбросить, если понадобится. Режиссер умела не только создавать атмосферу на съемочной площадке, но и запоминаться коллегам надолго, как работоспособностью, так и личной харизмой. Как они вспоминали, говорила она боском, курила и при первом знакомстве не произвела на меня никакого впечатления. В дальнейшем же мне показалось, что она хороший парень. Надежный, славный парень при всей своей коренастой, дамской и вместе длинноногой фигуре. В этот день 23 сентября 1723 года Россия был заключен в Петербургский мир с Персией. Еще во время Северной войны государь Петр I не переставал зондировать вопрос установления торговых отношений с Индией, Китаем, прочей Азией. Однако военная экспедиция 1717 года на Хиву потерпела неудачу, а кабардинский князь Александр Бекович Черкасский был обезглавлен в Средней Азии за разведку и попытку возвращения на родину русских рабов. Но вот война со Швецией за берега Балтийского моря была окончена, и царь Петр в начале 1720-х годов начал другую кампанию за берега моря Каспийского. Русский государь мечтал прорубить окно не только в Европу, но и другое в богатую Азию. Итогом нескольких лет похода стал Петербургский мирный договор с Персией. Согласно его пунктам, Россия брала на себя обязательство быть приятелем тем, кто шаху и персидскому государству приятель, и неприятелем тем, которые шаху и персидскому государству неприятели. В ответ его шаховое величество уступало его императорскому величеству всероссийскому вечное владение города Дербент, Баку, со всеми к ним принадлежащими и по Каспийскому морю лежащими землями и местами, и провинции Гилянь, Мазандаран и Астробак. Это были провинции на самом юге Каспия. Для России это море стало чуть ли не внутренним, однако русские гарнизоны недолго стояли в этих экзотических южных землях. Уже через 10 лет императрица Анна Юановна вернула Персии все закаспийские земли в обмен на право беспошлиной торговли. 23 сентября 1921 года в Советской России учредили инспекцию по работе с беспризорными детьми. Ко времени окончания революции и гражданской войны на улицах страны было до 4-6 миллионов сирот. 23 сентября 1937 года были образованы в Вологодской и Архангельской области. 23 сентября 1988 года в Москве открылся дом-музей певца Федора Шаляпина. 23 сентября 2000 года святейший патриарх Алексей II по приезде в урочище Ганина Яма благословил на месте уничтожения останков членов царской семьи и их верных слуг строительство монастыря святых царственных страстотерпцев. На любительском фотоснимке одного из послужников, который фотографировал патриарха Алексея II во время освещения места закладки будущего монастыря, запечатлен зеленый столб света неизвестного происхождения. А еще, по воспоминаниям очевидцев, во время закладки первого креста на месте убийства царской семьи тучи раздвинулись и солнечный луч осветил крест. Многих присутствующих посещало ощущение какого-то необыкновенного важного события. Уже через несколько лет после возведения царская обитель стала местом паломничества для сотен тысяч православных людей. В монастырском комплексе было возведено семь деревянных храмов в память о каждом члене династии Романовых. Установлены памятники на месте той самой злополучной шахты. Остроена крытая галерея с портретами. Земля в шахте засажена белыми лилями. Из духовного дневника в будущем канонизированы Александры Федоровны «Молюсь я, чтобы день за днем судьбы моей звучала постоянно струна, и чтоб лечила неустанно сердца она от давней боли». Таким был этот день 23 сентября.